Сегодня мы посетили Монрепо, ландшафтный парк в Выборге, на самой границе с Финляндией. На входе нас встречает скульптура льва, еще со времен Финской Республики. И восстановленная усадьба основателя парка Николаи. А впереди Финский залив, к которому мы сейчас подойдем. Войдя в парк, пройдя мимо усадьбы, мы практически сразу утыкаемся в Финский залив. Выбор небольшой, направо или налево. Налево в сторону Выборга. Там красивые мостики, стоит обелиск. Вот, видите, на холме. Залив вот уже два-три года убирают в гранит. Видите, какие красивые берега. С Выборга ходят сюда катерки частные с экскурсиями. Так что в хорошую погоду очень приятно прокатиться. А мы пойдем налево. Здесь больше достопримечательностей. Вот мы свернули налево. Посмотрим на усадьбу со стороны залива. И пойдем вот по этой тропиночке вдоль здоровых гранитных камней. В тот участок парка, который называется Край Света. Заливчик вот за этими холмами. Но открою вам секрет, что холмы, это не что иное, как здоровые гранитные валуны. Очень много детских экскурсий. Они умеют здесь веселить публику. И вот наша тропинка поднимается немножко вверх. И подходит вплотную к гранитной гриде. Смотрите, какая красота. Птички поют. Скальная гряда. Гранитные скалы делают парк Монрепо уникальным парком. Во всей Российской империи было всего три скальных пейзажных парка. В Алубке парк графов Форонцовых. В Умане Виненской губернии парк графов Потоцких Софиевка. И в Выборге парк Монрепо Баронов Николаи. Геологи называют гранит визитной карточкой Земли. И это справедливо, потому что гранит есть везде. От Гренландии до Австралии. Выборгский гранитный массив один из самых крупных. Его площадь 18 тысяч квадратных километров. На этой площади могут разместиться два острова Кипр или Республика Фиджи в океане. Возраст наших гранитов 1 миллиард 700 миллионов лет. Слово гранит латинского происхождения. От грану. Зерно. Гранит бывает мелкозернистый, среднезернистый и крупнозернистый. Мелкозернистый наиболее прочный. Из него изготовлены сфинксы, которые стоят на университетской набережной перед Академией художеств Петербург. Выборгский гранит крупнозернистый. Известен он под названием Ропакиви. В переводе с финского – гнилой камень. Размер зерна от 10 до 30 миллиметров. Горы, состоящие из Ропакиви, легко разрушаются. Причина этого в составе камня. Это настоящий винегрет из кварца, слюды, роговой обманки и полевого шпата. Самая прочная составная часть гранита – кварц. Кристаллы слюды придают граниту искристость. А три четверти массы гранита составляет полевой шпат, кристаллы которого бывают очень велики. Шпат – старинное немецкое слово. Им обозначают камень, который от удара рассыпается на тонкие плиточки. Под действием воды, ветра, из-за перепада температур разрушаются механические связи между частицами камня. Вредное химическое воздействие оказывают газы и вещества, находящиеся в воздухе и в воде. Ветер заносит пыль, а также семена мхов или шайников, поры и трещины камня, оказывая разрушающее воздействие на гранит. Такой процесс разрушения гранита называется выветривание. Из-за этой непрочности и возникло название «гнилой камень». Однако было и другое определение гранита. В старинных описаниях его называли «финский розовый морской гранит». Парадоксально. Но именно наш хрупкий, рыхлый и непрочный гранит стал каменным символом Петербурга. Самые известные строения сооружения Петербурга из гранита Рапокиви – Александровская колонна, колоннада Исаакиевского собора и особняк канцлера Безбородка на Почтамской 7, нижний этаж Мраморного дворца и каменный подиум Академии наук, мосты – Эрмитажный и Прачечный, Верхнелебяжий и Старокалинкин. Самым первым в 1763-1766 годах стал Эрмитажный мост через Зимнюю Канавку. Во время экскурсии мне очень понравился рассказ о выборских гранитах. Но нам надо идти дальше. Ещё много чего есть посмотреть в парке. Последний раз взглянем на гранитную стену. И пойдём дальше. От мостика на острове Мёртвых остались только основа. И сами захоронения находятся вот с этого конца острова. Но с берега их не видно. Видно только с залива. Вот там вдалеке бьёт облагороженный родничок. А мы идём вдоль берега залива дальше, к концу света. В coloc было здесь, к концу света. There apples out in America%. Вотerapeutنا gehört по my very dueям. Я не знаю. Может быть наверное주는 рамки на острове. Но это всё ещё В парке Монарипо есть вот такая бесплатная услуга по загадыванию желаний. Постояв небольшую очередь, можно пройти через грот и загадать желание. Девушка очень серьезно отнеслась к загадыванию. Или очень длинное желание было. И мы прошли и загадали. И вот мы достигли конечной цели нашего путешествия. Это грот с памятником финскому герою Вянемёнину, играющему на кантале. Продолжение следует... Коротко и ясно. Дальше дорожка идет в калиточку. Вы выходите с территории парка и идете вот по этим скалам, заросшим редким лесом и кустарником. И любуетесь на залив. Ну и в конце, друзья, я хочу сделать небольшой подарок моим зрителям. Кто хочет послушать полную аудиоэкскурсию по панкку в Монрепо, наведите мой смартфон на нижний правый QR-код и по ссылке вы получите полную аудиоэкскурсию. Всего доброго. Спасибо за внимание. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.